Всех приветствую на моем канале! В сегодняшнем видео хочу вам показать очередное видео про мою мини-орхидейку, которую мне удалось успешно реанимировать. Я ее купила в магазине очень ослабленной, когда я ее пересаживала, то практически 90% корней были удалены, они были все загнившие. На тот момент из корней осталось всего лишь два черных пенечка, которые вы сейчас можете наблюдать. И вот за последние три месяца как она у меня разрослась. Сколько молодых зеленых корешков наросло. У нее также растут молодые листики, вот один уже большой и второй маленький идет в рост. Старые листья немножко сморщились, но это абсолютно нормально, со временем она их отсушит. У всех остальных листьев очень отличный хороший тургор и активный рост и развитие корневой системы меня очень порадовали. Как видите, много молодых корешков наросло. Здесь еще вот сбоку еще один корешочек пробивается. То есть она активно начинает свой рост. Конечно же в этот период, когда она разрастается, ей необходимы дополнительные удобрения. В одном из моих прошлых видео я вам уже показывала еще одну орхидейку, которую я успешно реанимировала. Она также себя отлично чувствует до этого времени, разрастается, растут молодые зеленые корешки, ну а также листики. Содержание у них очень простое. Как видите, это стаканчики с блюдечками и на дне налита немножко воды. Очень мало, то есть корни у меня, как видите, не плавают в водичке, а просто слегка касаются донышка, где есть вода. Таким образом они впитывают корнями влагу и им этого абсолютно достаточно, так как листики имеют отличный тургор, ну и корешки тоже активно растут. Если вы также задаетесь вопросом, как реанимировать ваши орхидеи, когда у них практически нету или совсем отсутствует корневая система, и вы хотите, чтобы они нарастили молодые зеленые корни, растили листики, то я считаю, что подобный способ очень эффективный. И как видите, на вот этих двух примерах он отлично себя показал. На данный момент орхидеи полностью здоровы, они отлично себя чувствуют, хорошо развиваются и я довольна результатом. Как я уже оговорилась ранее, при таком активном росте, в активной фазе необходимо обязательно удобрять эти растения для того, чтобы восполнить недостающие питательные вещества. В дальнейшем эти мини-орхидеи будут находиться в таком же состоянии, в этих пластиковых стаканчиках, без какого-либо субстрата. Я буду за ними наблюдать и периодически показывать вам, как они растут и развиваются, как себя чувствуют. Если у вас также был подобный успешный опыт наращивания корней с нуля, то обязательно делитесь об этом в комментариях. А на сегодня это была вся информация, которую я хотела с вами поделиться. Надеюсь, мой опыт будет для вас полезным и интересным. Всем спасибо за внимание и подписку и увидимся в следующих видео.